Ленточные бары края включают в себя 10 региональных государственных природных заказников. Это особо охраняемые территории, национальное достояние. Вот только сегодня многие из них находятся в руках бизнесменов, которые на арендуемых площадях заготавливают древесину. Рубки сейчас идут во всех, без исключения заказниках края. Экологи возмущены, они предлагают хотя бы 30% от площади заказника оставить нетронутыми. В отделении зоны особой охраны по каждому заказнику порядка 30% территории мы выделяем. В настоящее время по 7 из 10 заказников такие решения приняты. Еще по трем заказникам – Волчхинскому, Егорьевскому и Урочище Рублево в Михайловском районе переговоры продолжаются. По одному заказнику удалось договориться по Урочище Рублево, то есть там вопросов не возникает. По Егорьевскому заказнику есть перспективы прийти к такому соглашению, то есть там вопрос по разногласиям, скажем так, он не настолько велик, а по Волчихе именно площадные параметры несогласия арендатора. Я уже упомянул про эту матрешку. Ценные леса, ленточные бары, внутри в них заказники. Внутри этих заказников мы выделяем только зону особой охраны, ядро 30%. То есть понимаете, что там остается для дикой природы, для тех же редких видов птиц, для редких растений. Так вот, еще и эти 30% внутри заказника, арендаторы говорят, что у них рухнет вся экономика, если они будут выведены из активного хозяйственного использования, из заготовки древесины. Сейчас Минприроды просчитывает, как вывод 30% площади скажется на деятельности лесозаготовительных предприятий. Переговоры продолжатся, будем следить за развитием ситуации. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.